Завершился шарговый этап реконструкции профсоюзного туристичного комплекса Лосвяда. Оздоровленный центр подключили до газовой магистрали. В Украине идет призывная кампания 2018, каля 2000 юнаку региону пополнить рады новобранцов. В Витебску пошли монтаж галлоны новогодней елки в области. Первые огни на ее запались 25-го снежня. У эфира новинной Витебской в области у студии Ганна Рустикова. Витаю вас. Завершился шарговый этап реконструкции профсоюзного туристичного комплекса Лосвяда. Оздоровленный центр подключили до газовой магистрали. У церемонии запаривания символичного факела приняли удел старшиня Витебского облаканкама Миколай Шарснев и старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Светками урожистого момента стали наши корреспонденты. Любимый не одним поколением туристов комплекс Лосвяда зараз переживает другое народжение. За опошние амаль два годы, дякуючи суместным намаганням Федерации профсоюзов и мясцовых органов влады, оздоровленный центр истотно изменился. Приведены в парадок номеры для проживания, полностью заменены инженерные коммуникации, дах. Сучасный выгляд на была столовка, зараз это две просторные залы. По опошним словам техники обсталевали конференц-залу, якая призначена для проведения деловых сустреч. У худким часе тут меркуют еще открыть спа-зону и комплекс по оказанию медицинских послуг, а так само побудовать спортивную залу и бассейн. Мы в целом сегодня так видим дальше развитие всех наших туристических комплексов. Три комплекса за последние годы такой приобрели вид и такую модернизацию свою прошли. Мы будем дальше продолжать этот вклад и в развитие туристической отрасли нашего государства, нашей страны, потому что это рабочие места, это сегодня привлечение валюты в страну, что является очень важным в целом для экономики нашего государства. Республиканской Федерации профсоюзов належит 13 санаторий, 8 гостиниц и столько же туристических комплексов. Многим здравницам уже больше за 50 годов, тому зараз профсоюз активно проводит их модернизацию. Как подкрысил старшиня Аблдыконкама Миколай Шарснев, органы улады и надалее будут оказывать уйдетым садейничание и уселякую поддержку, покольки затекавлены в створении добрых умов для оздоровления людей. Подчас мероприемства не обошлось без сюрпризов. У якости подарунка до 100 годов медицинской службы городоцкого района от Федерации профсоюза Беларуси и мясцовых улад новый автомобиль худкой неоткладной допомоги. Михаил Орда уручил уголовному врачу городоцкой центральной районной больницы сертификат и ключи. По протяженности район самый большой в области и один из самых крупных в Республике Беларусь. Поэтому автомобиль, как нельзя кстати, приходится для оказания экстренной должной помощи. Тем более автомобиль этот, который мы получили, он оснащен и современной наркозно-дыхательной аппаратурой, которая необходима для оказания экстренной неотложной помощи. Дарычу на набытце спецмашины поишли сродки, яке зарабили профсоюзы подчас субботников. Для работников больницы такая допомога своя часовая и вельми потребная. А 100-годовый юбилей медицинской службы городоцчины я не отзначать 7-го снежня. Инна Кириенкова, Михаил Христофоров, Новины, Городоцкий район. Восинская призывная кампания выходит на финишную промую. Идя отправка во Узбройные силы юнаков, призванных на терминовую военную службу и службу у резерве. А до областного сборного пункта призывники отправляются у войсковой части. Выконывать свой конституционный обовязок хлопцы будутся у пограничных, танковых и специальных войсках. Попал я в войска, печи, танки, наводчиком. Для меня, кажется, это интересно. Это интересно, познавательно. То есть узнать что-то новое для себя. И чтобы было что рассказать своим друзьям, когда я уже приду, так сказать, обратно. Хочу, чтобы мной гордилась не только мама, но и родина. От дома страшно отходить. Ну, как привык к дому. От родителей тяжело отходить. От близких. Ну, в армии должен каждый служить. Полтора года – это не так уж и много. Главное – привыкнуть. В эту осеннюю кампанию мы должны направить порядка двух тысяч призывников. Значит, основная масса, порядка 70%, они пойдут служить у нас на воинской части, которая расположена на территории Витебской области. Как правило, около 300 человек мы там отправим в третью бригаду. Это наша бригада здесь, которая в Витебске находится. Также большинство призывников попадет на 72-й учебный центр. Усяго для проходжения терминовой военной службы в области плануется призвать коля двух тысяч юнаков. Легендарные спортсмены и ведомые навуковцы у Витебску ручили у знагороды школьникам и студентам з усея краины за досягнение у спорта и навусы. В областном центре собрались больше 500 старшоклассников и студентов, которые стали лауреатами республиканской программы «Талинавита». Ее главная задача – пошук и поддержка молодых талентов в сфере науки и спорта. Подробь из нее Юлия Устинова. Юные трава не з усея Беларуси. Больше 500 старшоклассников и студентов, которые стали лауреатами республиканской программы «Талинавита», собрались в Витебску. Региональный проект, инициаванный навуково-техничным советом медика-фармацевтичного кластера «Медицина и фармацевтика. Инновационные проекты» и приватной фармацевтичной компании при поддержке Державного комитета по навуцей, технологиях и Витебскому облаконкаму стартовал у минулого года и вышел за рамки в области. За этот год у программы по поддержке юных дарований «Талинавита» приняли удел каля тысячи юнаков и девочек. С юными надеями беларусского спорта у Витебским Державным в Училище Олимпийского резерву и Центра Олимпийского резерву по одиноборствах сострелись опрызер Олимпийских гульня у покиданий молота Вадим Дзевятовский и один из самых титулованных борцов – Олимпийский чемпион Артур Таймазов. Нужно с молодежью почаще общаться, нужно им рассказывать, через что нужно пройти для того, чтобы достичь своей цели. И вот эти глаза, которые ярко горят, мечтают также встать на первую ступеньку Олимпийского педестала – это уже о многом говорит. Это значит, говорит, что у нас ребята заряжены только на победу. Головной подеей дня стала церемония узнагороджения юнаков и девчат, переможцев спортивных с поборництву и международных предметных олимпиад. Отзначили и лепших доследчиков, школьников и студентов. Молодые навуковцы за круглым столом обмерковали идеи и методы сучастной онкологией. Я предоставлял проект, как использовать собственные клетки иммунной системы организма человека для доставки лекарственных препаратов непосредственно к опухолевым клеткам. То есть, как мы можем использовать резервы своего организма для того, чтобы эффективно и точно в цель доставлять необходимый яд для опухолевых клеток, если можно так выразить. Дякуючи таким проектам завязываются добрые партнерские совести во университетской науце. Сегодняшние молодые доследчики, будучи о белорусской науке. Голонный онколог Краина Олег Суконко признался, что дякуючи программе Талиновита зауважил некольких студентов, у которых хотел бы запросить у свой центр. У молодых нет сомнений. Это будет до 40 лет. Потом после 40 лет уже появится жизненный опыт и появятся сомнения. И науки уже никакой не будет. И начинать надо именно со студенческих лет, с третьего курса университета или института. Для нас это потенциальные кадры, та талантливая молодежь, на которой, наверное, строится все наше будущее. Приватная компания мает намер реализовать еще один социальный проект «Живи без страху». Накерованы на поддержку онкологичных хворых и притягнение уваги женщин до важности клопоту про свое здоровье. Уделы ускрининговых и программах по ранним выявлению раковых захворываний. Идеи молодых тут так само будут запотрабованы. Юлия Устинова, Олег Чарняк, Новины, Витебск. Передовое обсталевание по диагностиции проведения операций, лепшие специалисты-офтальмологи, высокая якость медицинских послух и особливый клопот об кожном пациенте. Миновито так имкнет сопротивляться в Витебске филиал клиники «Новый зрок». Как створить першоклассный медицинский сервис, доведались наши корреспонденты. В Витебском филиале медицинского центра «Новое зрение» проводят полную диагностику, лазерную коррекцию при лечении близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Лечат катаракту, глаукому и многие другие глазные болезни. Клиника предлагает жителям региона только передовые методы диагностики и лечения. Из новинок – оптическая когерентная томография и лазер последнего поколения. Лазер последнего поколения – самый новый и совершенный в Республике Беларусь. К лазеру предлагается большой комплекс диагностического оборудования, который напрямую связан с сервером, с лазером, и поэтому уже повышается и точность диагностического обследования, поскольку оборудование тоже новейшее для Республики Беларусь, и точность выполняемого в лечении. И, соответственно, можно будет говорить о более качественном, быстром и комфортном восстановлении наших пациентов после лазерных коррекций. Всем пациентам, которые идут на лазерную коррекцию, мы проводим полную компьютерную диагностику. И благодаря этому топографу выявляем самую скрытую, самую сложную патологию роговицы. А кулайзер позволяет делать около 50 снимков в реальном времени. Лечение катаракты – одно из главных направлений клиники. В распоряжении специалистов Витебского филиала «Новое зрение» – оборудование последнего поколения. Данный аппарат, он, как и предыдущие, выполняет ту же функцию, но это более комфортно для пациента, более комфортно для хирурга, который делает операцию. И в результате этого, как всегда, мы стремимся к самому высокому результату. Глубоко исследовать сетчатку глаза на клеточном уровне позволяет оптическая когерентная томография. С помощью этого оборудования офтальмологи получают точные сведения о состоянии глаза, о толщине зрительного нерва. Аппарат создает 3D-модель сетчатки с многократным увеличением. То есть можно рассмотреть все ее слои и увидеть даже незначительные дефекты. При помощи оптической когерентной томографии на ранних стадиях выявляют глоукому, возрастную дегенерацию сетчатки и ряд других заболеваний, которые приводят к необратимой слепоте. Каждый пациент клиники «Новое зрение» проходит полную диагностику глаз на современном оборудовании. Также здесь создан кабинет детского приема. Главная задача врачей клиники – помочь своим пациентам сохранить зрение. Поэтому обращаться за помощью и консультацией рекомендуют как можно раньше. Ведь это повышает шансы сохранить или полностью восстановить зрение. Помимо того, что мы готовим пациентов на лазерную коррекцию, этот лазер и тополазер позволяют нам диагностировать самую сложную патологию, такую как кератоконус, врожденные аномалии, диагностировать самые сложные осложнения после травм. Грубо говоря, ни одна патология от нас не уйдет, не останется незамеченным. Записаться на обследование в клинику «Новое зрение» можно по телефону 2288-62, 2288-65 или, обратившись напрямую по адресу Ленина 3Б. Национальный академический драматичный театр Миякуба Колоса представляет премьеру спектакль «Симон музыка. Мелодия порванной струны». Премьера присвещена дню заснования театра и стагодзю написания и выдания первой редакции поэмы. Постановку ожитявил мастерский керавник театра Михаил Краснобайл. За основу спектакля узятая первая редакция поэмы, датаванная 1918 годом. Выкористаны так сама позднейшая, другая и третья редакции. Постановка музычная, пластичная и видовищная. Уголовной роли «Симона музыки» Дмитрия Коваленко. Каб занять годное место у житти, ага герой мусить пройти про змносство выпрабаванью. Народный артист Беларуси Тадевуш Кокштыс выполнил постановку одразу чатырой роли. Тадевуш Антонович весь час на сцене, где молодого Симона шляхом життя. Слуху, хлопчик, как там горали, слезы звуки появились, струны в сердце не дрожали, так, как мужикам повторали, на спадскане не меня шлись. В колосу цемеркует, что постановка станет знаковой в новом сезоне. Премьера «Симон музыка» мелодия «Порваной струны» запланована у день нарожения театра 21 листопада. На площадь Пирамоги подшелся монтаж галлоны новогодней елки в области. Все лето работы стартовали на неколький день ранее, чем летось. Сборкой металличного каркаса традиционно занимается бригада витебского предприемства котельных и тепловых сеток. На площадь привезли по культ только основные элементы будущей новогодней елки. Уся конструкция складается с восьми ярусу и вважить каля 15 тонн. Рост галлоны елки-предвенья каля 33,5 метра, як вышиня 12-поверхового дома. Просывать на макушице зеленые прохожения будут только специально тестованные монтажники-вышинники. Изменения конструкции никаких не происходят. Она будет такого же самого размера. И только может быть, если незначительно изменена иллюминация, будет не будет, это горсвет делает. Ну и будут, похоже, сделаны новые бамеры вокруг новогодней елки, которые будут закрывать ограждение ее. Над этим трудиться будет моя бригада в составе 8-9 человек, в зависимости от погодных условий и сложностей. По работе должны мы в субботе ее смонтировать, чтобы предоставить место работы остальным организациям. Завершить монтажные работы специалисты плануют до конца ты дня. Затем за справу возьмутся супрасонники лязгасу и электрики. Я не опронусь каркасу, хвойный убор и упрыгожить новогодними царсками и гирляндами. Важные и самые интересные новины життя Витебской в области доступны в интернете. Актуальные сюжеты и выпуски новин, так само все проекты телекомпании Витебск, можно поглядеть на официнном сайте нашей компании vtv.by. И тут же можно снасти прогноз на дворья на ближайшие сутки. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Увсяго доброго и до встречи. Субтитры предоставлены в интернете. У Витебску так само будзи в облачное с прояснениями на дворье. Истотных опадков не прогнозуется. На дорогах гололедится. Ветер по уношной у сходни 2,7 метра за секунду. Температура по ветру ночью 4,6. Морозу днем 0,2. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok